Жители Кашвы последние несколько лет ремонтируют подъезды собственными руками. За свой счет они штукатурят и красят стены, устанавливают новые доводчики. Даже подметать лестничные клетки приходится самим, ведь дворники приходят всего один раз в месяц. Убираю ведра, подметаю. Это я. Мне 75 лет. С 1982 года у нас поселок был прекрасно, как бы ни было. Но сейчас дворников нет. В итоге вся электрика до такой степени гнилая, что ее просто нужно менять. Некому менять. Кто даже менять ее будет, непонятно. Швы прошу замазать. Он же сколько. Ребенок маленький. Управляющую компанию в Кашве одна, и она местных жителей устраивает. Они уверены, виновата в их бедах подрядная организация, с которой заключен договор на уборку и обслуживание домов. К своим обязанностям ее сотрудники относятся халатно. И дело не только во внешнем виде фасадов и подъездов, но и в соблюдении простых мер безопасности. Буквально несколько минут назад увидели маленьких ребятишек на этой крыше, решили подняться, посмотреть. И действительно, выход оказался не закрыт, как это должно быть по нормам. Ну и говорить об опасности тут, конечно, не приходится. Провода висят. При этом есть вот такой вот бордюрчик, который защищает нас от падения с края крыши. Но при этом он какой-то весьма хиленький. Да, если его потолкать, вроде бы плюс-минус что-то держится, но тут везде как-то спаяно, какая-то проволока торчит. В общем-то, для маленьких ребят это небезопасно. Несмотря на постоянные жалобы, управляющая компания расстаться с подрядчиком не может. На весь поселок это единственная организация, которая занимается такими работами. По словам представителей управляющей компании, они готовы искать пути решения проблемы. Даже несмотря на 7 миллионов долгов за обслуживание у жильцов. Одним из вариантов рассматривают создание подрядной организации, где будут работать местные жители. Будут организовывать либо ИП, либо ООО. Мы посмотрим. Возьмут один дом на обслуживание, а потом, как говорится, посмотрим, что будет происходить. Да, действительно, может быть пока на первое время две организации, которые будут в Кашве, а потом людям решать. Если новая организация будет справляться с задачами, то и остальные дома перейдут под ее контроль. Данил Скуратов, Максим Кравченко, Ильхам Курмашев, ТВ20Н+.